Всем привет, друзья! Не будем спорить с тем, что русские сериалы в последнее время становятся все лучше, и это точно факт. В эфире топ сериалов, которые вы могли пропустить, но они точно стоят вашего внимания. Не забудьте подписаться, это очень важно. Спасибушки! Открывая топ, сегодня лихая комедия с Виктором Добронравовым, инспектора Гаврилов. В ней вор притворяется полицейским в глубинке, чтобы избежать наказания, но не спешите записывать главного героя в плохие парни, ведь по ходу сериала он точно удивит вас, и вы измените свое к нему отношение. Скрываясь от преследования, на поезде до Владивостока харизматичный герой в исполнении Виктора Добронравова, присваивая себе имя и форму соседа по купе майора Гаврилова, который, кстати, потом из поезда выпадает. Таким образом, недавний мошенник становится блюстителем порядка, начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Бывший вор Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки. В общем, обязательно посмотрите, после релиза картина получила довольно высокие рейтинги, и успешный цифровой релиз на СТС, который посмотрела даже моя мама, и ей сериал понравился. Далее, сейчас у РНТВ в эфире крутой сериал про обнаглевших наследников под названием «Золотое дно». Но если вдруг вы не спите допоздна, то сериал сейчас ночью идет на РНТВ. А так он изначально от производства или телеканала НТВ. На что они готовы пойти, чтобы завладеть семейным бизнесом? Это история семейной компании, чей глава умирает и оставляет компанию на попечение своих наследников. В центре сюжета большая семья Градовых. Главные герои привыкли к жизни высшего общества. Деньги, подкуп чиновников, откаты, лицемерии и многие другие прелести. Но самое главное, они ненавидят друг друга, и каждый из них пытается показать значимость в деятельности компании. Кастя Алексей Гуськов, Юлия Снегирь, Павел Попов и Игорь Гордин. Не очень заметно прошла в свое время для зрителей премьера детективной драмы «Чужой». Однако по итогу картина была оценена еще выше предыдущих в нашем топе. Отмечу от себя, что сериал отлично снят. Он погружает нас в свой мир, в красивую такую провинциальную Россию. В общем, к просмотру рекомендую. В ней замечательный актер Кирилл Плетнев исполнил опального бизнесмена. По сюжету он выдает себя за полицейского, чтобы остаться таким образом живых. Владимир Орлов бежит от правосудия за границу. Он быстро понимает, что живым ему не уйти. И волею судьбы герой присваивает себе личность майора полиции. Знакомая ситуация. Теперь Орлов живет двойной жизнью. Он разбирается в местных происшествиях, ну как обычный следователь. И одновременно скрывается от столичной полиции. И нанятых специально для него киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы. Однако с каждым днем ему становится все сложнее уйти. В свою очередь в онлайн кинотеатре Кион вышли целых две почки. Главная героиня этого сериала – инспектор пожарной службы Наталья. В ее жизни все хорошо. Каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды героиня не остановится ни перед чем. Она разденет даже родного брата или сестру. Главная героиня думает, что купить можно все. Однако по сюжету она поймет, что сильно ошибается. Ведь на плановом осмотре выясняется, что ей срочно нужна здоровая почка. И теперь у нее есть три месяца, чтобы найти себе донора. Конечно, по иронии судьбы и по закону, почку Натальи может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Натальи помогать теперь не спешит. В ролях Любовь Аксенова, Ирина Розанова и Алексей Розин. Ну а если уже посмотрели, то пишите, как вам. В свою очередь в рейтинговой комедии отмороженные четыре бандита выбираются из криокамеры в новый мир и ищут там себя. Авторитет Ноль обманным путем отправил главных героев криокамеру, чтобы завладеть юной жены одного из них. А просыпаются герои спустя 22 года. И теперь им приходится начать приспосабливаться к своей новой жизни, а уже потом разруливать старые проблемы. В ролях и ансапник Светлана Иванова, Влад Коноплев и Денис Васильев. Телевизионная премьера прошла в этом году в эфире СТС. Также сегодня у нас есть нефть, любовь и интриги в раке эпохи Хусейна. Если вам все это показалось интересным, то смело бегите смотреть детективную драму трейдер с Сергеем Пускепалисом и Михаилом Гавриловым Третьяковым. Действие происходит в 95-2003 годы. Молодой амбициозный нефтетрейдер Олег Нестеров оказывается втянут в шпионские игры между спецслужбами России и США. Герой становится непосредственным участником исторических событий, которые связаны с падением режима и началом войны в Ираке. В этом году Свет увидела истующая просмотра драма о боевом братстве под названием «Самогон» с Михаилом Явлановым и Юрием Дайнекиным. По сюжету фотограф едет на фронт, чтобы снять репортаж о герое-снайпере. А за окном 8-941 и на самый опасный участок фронта прибывает зеленое пополнение из Сибири. Среди них и Николай по прозвищу «Самогон». Именно так в тайге прозвали охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак, ну и других охотников. Он будто не от мира сего, но при этом он очень честный и привиленейный индивидуалист. Вначале он не вписался в армейскую жизнь, однако рискуя на передовой и забираясь глубже в тыл противника, он начал совершать практически невозможное. Сериал в принципе отличный, как и его концовка, а всего в нем 4 эпизода. Следующий уже не новый, но весьма достойный сериал, особенно если вам понравился детективный метод с Хабенским, это «Шторм» с Александром Робаком и Максимом Логашкиным. В центре сюжета оказались двое друзей, Юрий Осокин и его друг Сергей Градов. Первый работает в убойном отделе полиции, а второй в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти любимую женщину от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и скрывает важные улики. Расследуя череду преступлений, Осокин начинает догадываться, что к делу причастен его друг Градов, но пока у него нет достаточных доказательств. Таким образом, изобличение друга становится для героя делом чести. Но что у него из этого выйдет, увидите в картине. А еще один сериал, в котором проводится своего рода расследование, это «Теория больших денег». Ведь в картине гений математики Михаил узнает, что у его сына-подростка опасное генетическое заболевание, лечение которого потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, герой делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но при этом проигрывает. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. Именно так начинается война университетского преподавателя с букмекерской мащей, которую вам и предстоит увидеть в многосерийном криминальном детективе. Более того, для любителей криминала есть драма с Елизаветой Боярской и Сергеем Жарковым. Она называется «Без правил», и ее точно стоит посмотреть. Главная героиня Ольга объединяется с бандитом и бывшим полицейским, чтобы спасти свой бизнес. Стабильность в жизни Ольги Лебедевой рушится, когда она покупает заброшенный пионерский лагерь, территория которого, как оказалось, богата минеральными водами. Завладеть возросшей в цене земной хочет и Галямин, известный преступным прошлым. Чтобы отстоять свои принципы, главной героине придется рискнуть всем и довериться своим случайным сторонникам. А именно бывшему подельнику Галямина по кличке Борец и полицейскому в отставке Семенову. Получился удивительно интересный проект с довольно необычной завязкой и прекрасным актерским составом. В общем, к просмотру рекомендую. Не забудьте подписаться, друзья, и еще услышимся на Киночернике. А все последние новости постим у нас в соцсетях.